Может, именно на все вопросы ответить, но я вам привела еще финансовую аналитику с собой, которая сейчас у нас специализируется на криптоисториях. Так что, если что, стараемся как-то объединиться и ответить. Профилососовый контекст. Давайте запомним немножечко. Вообще, среди миф, в котором мы сейчас находимся. Есть разная классификация. Много этапов развития прошло человечество за свою историю классифицирует их по-разному. Кто-то подходит с точки зрения информации, строя, рабовладельческих, феодальных. Кто-то подходит с точки зрения технологических укладов к этой истории. Мне очень нравится классификация Элвина Топплера. Это американский ученый-фатуролог. Книгу он замечательно написал «Третья волна» про серфер. Шутка. Книга «Третья волна» про то, что сейчас мы живем в эпоху третьей волны информационной. Вот она у нас сейчас начинается. То есть была волна аграрная, когда человечество жило с собирательством. Была волна вторая промышленная. Сейчас у нас третья волна информационная. Чем она характерна? Эта волна, давайте чуть-чуть об этом поговорим. Это важно. Знаете ли вы, что это такое? Сиднец, да? Сиднецкий оперный театр. В принципе, всем это здание знакомо. Правильно? Знаете? Сима. Сима. А это? Остров Пасхи. Остров Пасхи, окей. И? Рио. Рио, да, Снатую Христалл, да? Над городом. А теперь, пожалуйста, скажите мне, кто вот это вот видел своими глазами? Да, ну это у нас был в Австралии. Катя вижу, да? Два человека. А я только ничего не видел? Вообще никто не видел. Да? Ну очень тяжело добираться. Знакомые люди, да, тяжело добираться. А это? Ну, несколько человек были в ее, да? Хорошо, тогда скажите мне, откуда вы знаете все, да? Все в аудитории, практически все кивнули, все узнали эти объекты. Откуда вы знаете, что они, это они? Ну, кто вам сказал, собственно? В школе учились. В школе, телевизор, еще. Нет, нет, нет. Интернет. Интернет, картинки, да? Вы видели изображение? Но в какой-то картинке, вы видели по телевизору? Ну, может, вы видели по телевизору. Какие-то, может, что-то, наверное, у меня такие достаточно очевидные картинки, да? Да, что-то мы видим уже там в интернете, читаем, по-моему, путешественников, там, Сергея Дорова, например. К примеру. Так, ну, запомним, запомним это, да, там, едем дальше. Кто-нибудь уже сегодня здесь делал селфи? Нет? Кто-то, может быть, зачекинился здесь, что он здесь. Я сейчас могу там селфи сделать, да, со всеми вами, да? Ребенок делает селфи сейчас в моменте. И вот это селфи, вот эту картинку, любой из вас, да, я, там, вы, мы можем тут же моментально выложить в социальную сеть, отправить через мессенджер своим друзьям, неограниченному количеству, в принципе, да, людей. Или, наоборот, строго одному человеку, и причем абсолютно в любое место. То есть нам все равно, мы можем открыть в Америку, сейчас в Австралию, да, угодно, одному человеку, группу людей, какой-то наш мессендж в неизменном виде. Вот это вот история с третьей волной. Еще совсем недавно, в эпоху второй промышленной волной информации, у нас была централизованная. То есть тут один источник информации, вы вспомнили, телевизор. Чем характерны эти источники, да, когда у нас телевизор, радио, газеты, вот он есть, да, и там, оттуда мессендж распространяется какому-то количеству людей, одинаковый, всем транслируется. Кто его может контролировать? Тот, кто, собственно, стоит в источниках. Отсюда идет история с цензурой, с управлением общества, через управление информацией, когда можно было контролировать информацию, которая в деле там была централизованной. Сейчас вот не получается, да, приходится применять другие технологии, другие подходы буквально на всех уровнях. Это сказывается на чем? На управлении в компаниях. То есть если в эпоху второй волны очень хорошо работали инструкции, положения всевозможные, там указы сверху, термидальная такая структура была, сейчас не работает. Сейчас говорят про гибкие организации, про горизонтальное управление, про бирюзовые организации, вся вот эта история. Все это на самом деле очень про одно и то же. То есть мы сейчас дальше будем говорить про блокчейн. Надо понимать, что мы сейчас, очень логично, то, что происходит, то, что происходит с криптомиром, оно очень правильно, да, созвучно нашему миру, текущему положению, тому миру, в котором мы живем. Так, немножечко меняем тему. Остановимся на этом моменте, просто запомним. Дальше поговорим о деньгах. Если я говорю слово «деньги», какая у вас ассоциация первая, то, что представляет себе, вот просто физически, деньги, картинка какая при глазах? Для тысяч. Бумажка, да? Для купюры. А у меня онлайн кабинет такие. Вот, так. А у кого-то монетки бывают, такое тоже говорят, золото люди, слиток там золото представляют. Но деньги вы представляете какой-то физический носитель, да? На самом деле, многие из вас, вот один человек сказал, что представляю онлайн кабинет. Действительно, вот, особенно тех, кто начинает предпринимательством каким-нибудь заниматься, открывает, и поэтому очень быстро понимают, что деньги, они их не видят вообще ни в каком физическом измерении. Это просто изменение циферки на счете. Пришли тебе деньги к клиенту, у тебя циферка изменилась, ушли деньги там, ты что-то оплатил, там зарплату выдал, другая цифра, все. Мы больше ничего не видим, это просто информация. Это просто информация о том, кто, сколько, вот в моем понимании, да, у меня есть там свое определение денег, для себя я использую, что деньги, это показатель того, кто на какое количество благ имеет право в этом мире, почему-то, по какой-то причине. У тебя есть деньги, это информация о том, что ты имеешь право получить, там, батон хлеба, мерседес, дом, что-то такое. Когда-то информацию об этом приходилось передавать с помощью каких-то физических носителей. ракушек, там, коров, золото, там, камней с дырочками, чего угодно. Потом бумажек, да, но кто, как, почему люди считали, что вот кусок золота стоит вот столько, да, что на него можно купить там дома есть, там, сколько-то рабов, не знаю, что-то. Вот кто сказал, что бумажки стоят вот столько, как-то происходило. Почему, ну, тут немножко мы пошутили, да, доллар и земла, они, очень быстро шла инфляция в последнее время, почему они сначала превратились в миллионы, потом в миллиарды, потом батон хлеба стоил пару триллионов. Почему в то же время до сих пор популярны доллары США и евро? И в очень многих странах, да, в десятках странах люди хранят в этой валюте свои сбережения. Собственно, почему? Мне кажется, что здесь есть, наверное, вопрос, да, вернее, да, и вопрос, ли они обеспечены с чем-то. Шестой вон. Воскребованность и так или иначе. Ну, воскребованность и так или иначе. А что это? А дверь, да, дверь, в котором происходит основной объем расчета. А почему он не происходит? Потому что, как исторически сложилось, США доминируют со своими интересами в политическом и экономическом мире, соответственно, за как в какую страну они подписаны в договор и договариваются, что расчеты будут в долларе, да, в количестве США как в долларе. Ну, это понятно, это вот уже не следственно. Ну, правильно сказать, потому что, кстати, так договорились. Потому что доверие, какая-то совершенно правильная, действительно, у меня это слово даже написано, да, там, в моей шпаргалке. Вся история про доверие и договоренности. Вот так договорились. Ну, собственно, экономист бы нам ответил сейчас, что за эмиссионными центрами стран стоят национальные экономики. Или, там, версия, что объем предложения валюты не превышает спроса на нее, поэтому цена стабильнее. Ответы верны, но тоже достаточно все эфемерно. Смотрите, до 44-го года, как вы, наверное, знаете, да, многие помнят, эмиссия большинства валют была обеспечена золотым запасом до предвутской конференции. И считалось, что должно столько валют выпускаться, сколько у государства есть золота. В 44-м году поняли, что и это, ну, в общем, смысла особо не имеет, и это отменили. То есть в современной экономике то, что у нас осталось, это доверие. Но еще совсем недавно нам для того, чтобы что-то проверить, какую-то информацию, нужны были некие гарантии. Вот этими гарантами верности информации кто выступал? Рейтинговые агентства. Рейтинговые агентства, регуляторы, правительство, собственно, Центробанк, вот, регулятор, да. Все правильно, кто-то выступал, кто-то должен был написать, поставить подпись на имитированную купюре. Вот это вот верно. Почему? Потому что люди, когда общались друг с другом, им практически невозможно было быстро проверить достоверность того, что они друг другу говорят, о чем они говорили. Нужно было пропускать это через третью. То есть с кем-то должна была информация подтверждаться. Что изменилось в последние годы, что произошло сейчас? Это, в общем-то, мы об этом поговорили. Переходим к тому, что происходит сейчас. Есть такое понятие, ключевое, да, базовое, вот, в этой всей криптоистории, блокчейн, как хоширование. Ну, опять же, я не технария, я коммунитарий, поэтому у меня достаточно формулировки, что хеширование – это преобразование любого массива данных по заранее заданному алгоритму. Можно поиграть, вот есть такой сайт, например, да, можете на него зайти, попробовать ваши любые данные, преобразовать, сделать себе хешик какой. Вот, то есть, ну, просто, для примера, взяла цифру 1, и получился вот такой хеш, да, то есть последовательность символов. Вот, для примера, смотрите, мое имя чуть по-разному написанное, у нас получается совершенно разное последовательность символов. Чуть больше информации тоже, что у нас строчка. И, что интересно, невозможно хеш расшифровать обратно. То есть, мы не можем понять, какая была исходная информация. Ну, так же, как по лужице воды, мы не можем понять, какую форму был кубик льда, из которого получилась эта вода. Как применять, собственно, зачем это нужно? Зачем нужен хеш? Ну, пример такой. Вы подписали с кем-то конфиденциальный разговор. Теперь не обязательно его отдавать кому-то на хранение. Можно просто посчитать хеш, положить этот хеш в надежное место, и если кто-то исправит текст исходного договора, хеш уже не сойдется. Такой не получится, да, такая строчка не получится. Что такое надежное место? То есть, я поговорю немного о надежных местах, куда это можно положить. Представьте, что вы записываете движение товара на складе. Ну, товары, ну, что там у нас? Ящики с гвоздями. Вот вы там 10 ящиков пришло, 3 ушло, 1 украли, списали, еще 7 пришло, все это записывается. После каждой операции у вас появляется хеш. И на этот хеш отправляется 10 людям. Каждый раз разным. 10 мест. Через неделю получается, что проверочные суммы ваших операций записаны на 100 компьютерах. И если кто-то начнет проверять ваши деписи проводки, изменить их задним числом невозможно. Вот, собственно, это вот и есть основная идея блокчейн. То есть, ну, понятно, да, до этого момента. Я считаю, что хеш – это некая контрольная сумма, которая позволяет вам фиксировать исходные данные. Да. Совершенно верно. Ну и, соответственно, изменить нельзя. Если вы меняете исходные данные, у вас меняется хеш, он уже не сойдется. Вот это весь смысл распределенного хранения информации. Это и есть, собственно, то надежное место. Собственно, вот про блокчейн. То есть, смотрите, в принципе, мы с вами можем взять и организовать свой блокчейн. Сейчас собраться. Нам для этого что нужно будет? Нам нужны будут компьютеры, на которых это все хранится. Но в мире блокчейна чуть-чуть и называются модулами. И программное обеспечение. Ну, на самом деле, мы сильно сложены. Мы можем собраться друг к другу, вот эти данные хранить. Вот у нас будет свой блокчейн. Правильно Дмитрий сказал. Самый популярный блокчейн, так вот исторически сложилось, опять же, это биткоин, который придумал некий персонаж Сатоши Накамото. Ну, есть там версия, что это может быть группа персонажей. На самом деле, его вот никто никогда не видел. И второй блокчейн – это эфириум. Это Виталий Бутерин, там наш бывший соотечественник. В общем, тоже все хорошо знают. Смотрите, блокчейн используется по-разному. То есть это просто удобная штука для записи данных. Уже есть примеры использования блокчейном госструктурами, есть примеры использования в рамках общественных нужд. Он очень классно работает там, где нужна возможность проверять информацию. Информация должна быть зафиксирована и неизменна. То есть что это такое? История покупки и продажи недвижимости, например. Да, то есть один раз зафиксирована информация. И, собственно говоря, мы можем посмотреть на объект недвижимости и очень быстро узнать о нем все. Когда был построен, кем приобретен, кем потом приобретен, на каких основаниях исчезает поле для подлога документов, для изменения каких-то записей. Сразу намного меньше проблем у нас. Есть забавный проект. Недавно с ними встретились на выставке. Проект для регистрации всей информации о домашних животных. По животному полностью записывается вся информация родословная, прививки, выезды за границу, вязки и все-все-все. Очень удобно, потому что снимает кучу геморроя с владельцами. Не надо за каждую справку к животному бегать. То есть, наверное, в перспективе, может быть, это приведет к созданию электронных паспортов, где у тебя просто сразу вся информация. Ты получаешь некий носитель, может быть, чип просто даже устроен в собаку, и система хранит всю информацию о животном. Вещи используются. Есть примеры медицинских стартапов, тоже они сейчас разрабатываются, где важно хранить всю информацию о больном, всю историю болезни, всю историю операционных вмешательств. И это тоже может быть прямо внесено в блокчейн, человек, просто паспорт имея с собой, не знаю, летит человек с какой-то болезнью редко в самолете, например, что-то с ним случается, вот ему плохо, ему нужно срочно оказать помощь, он там сознание потерял. Сразу очень быстро можно узнать о нем все. Аллергии, какие-то врожденные болезни и так далее. Можно вопрос, может быть, и вам тоже. Но мы же можем, мы эту информацию, мы можем из нее создать хэш. Но, скажем так, даже если у человека есть этот хэш, мы же не можем его трансформировать обратно. То есть как можно быстро узнать информацию о человеке? Этот хэш он служит для верификации информации, для того, чтобы информация записывается... Дмитрий? Ну, как продолжать вам информацию мы можем... Смотрите, нам разделять два понятия. Есть понятие блокчейна. Блокчейн – это любая запись, в которой каждая следующая содержит себе все предыдущие. То есть вы каждый раз дублируете всю, абсолютно всю цепочку. И второй элемент, который пристроен к этому, это распределенное хранение. Вот несколько слайдов назад были картинки, которые показывают централизованную, децентрализованную и распределенную сеть. Распределенная сеть предполагает наличие полностью асинхронных узлов. То есть вы имеете дублированную информацию в сотнях мест по Милу. Соответственно, у вас самолет в этот момент пролетает на Конго. Вы можете, условно говоря, обратиться к базе данных, которая хранится на НОГИ, на узле в этом Конго. Ну, я упрощенно, конечно, говорю чуть-чуть. Это понятно, что если вы, в принципе, имеете доступ к интернету, то вы обратитесь в Лос-Анджелес. Но технически вы можете запросить ту копию, которая ближе всего к вам. И в каждой следующей записи эта копия будет верифицирована. То есть если, условно говоря, конголезский держатель нода попытается что-то изменить, то при очередном копировании вот этот принцип хэша в сравнении с Лумой укажет, что его копия вот этого блокчейна не верна. То есть она каждый раз встречается с эталонами по всему миру. Это позволяет гарантировать невозможность изменений в истории. Вы не можете за этим числом исправить ничего. У меня просто совершенно неправильный вопрос. Я вот очень хочу это понять. как практически, вот это да, верификация, да, то, что если кто-то что-то изменил, ты смотришь на хэш, видишь, он не такой же, значит документ неподлинный, да, с каким-то изменением. Ну вот в данном конкретном случае, просто у меня есть тоже законы, которые занимаются медицинским как раз стартапом, по вот, как нам в этой ситуации может помочь хэш. Вот именно потому, что мы же не можем эту информацию разгадать обратно, да, там сказать, там, ребята, вот человек о любви, этим его лечить нельзя. То есть вот насколько мы можем быстро воспользоваться, чтобы принять решение. Не-не-не, у вас есть доступ к базе, да, в которой хранится вся информация. Еще раз, скажешь, просто ключ, который помогает ее перебиратировать. То есть то ли это вот, что мы хотим видеть. Окей. Но политические сознания, поэтому допускают, что кто-то атакует последовательно все узлы какого-то блокчейна, все их произвольно меняют, и в результате нет ни одной подлинной копии. Но это сравнивать с родни атомной войны. То есть если у вас есть, допустим, тысячи точек ранения, то есть английское слово «компромасс» нарушено, нарушено из них 10, остальные 990 эталонные, верны, и, соответственно, контрольная сумма для них одинаковая, совпадает с тем, что было раньше, тогда вы берете их за основу, а эти просто считаете испорченными. Так это и работает. То есть множество точек, которые технически очень сложно одновременно выявить. Чтобы вы понимали, вот несколько слайдов назад были примеры. Вот правая колонка, последовательность в ней имеет два в 160-й степени варианта. Это примерно половина всех песчинок на Земле. Вообще все песчинки на планете. Соответственно, модифицировать исходник так, чтобы был эквивалентный результат на выходе почти что невозможно. И, соответственно, второй элемент связан с тем, что для обеспечения национальной распределенности количество узлов должно быть большим. Когда мы выбирались к биткоину, важный элемент в том, что у биткоина сейчас порядка 5000 узлов, увлеченных в его общет. То есть, условно говоря, блокчейн биткоина скопирует в 5000 мест по всему миру. Очевидно, что они более компактно расположены в Европе, США, Японии, Корее, ну и в общем-то, вблизи к источникам энергии. Но тем не менее, где-то и на отдаленном острове, условно говоря, на Сейшелах, может быть компьютер, где уникальная копия блокчейна биткоина существует.